Добрый день, да, в эфире программа «Особое мнение». Меня зовут Владимир Сметанин. Со своим особым мнением сегодня в нашей студии наш коллега, главный редактор газеты «Бизнес-новости» в Кирове, Олег Прохоренко. Олег, добрый день. Добрый день всем. Сразу же напоминаю нашим слушателям о том, что на сайте «Кирова.ру» есть аудио и видеотрансляция нашего эфира. И там есть специальная форма для того, чтобы вы смогли задать вопрос тому, кто сегодня высказывает свое особое мнение. Поговорить мы сегодня хотим и о поддержке малого и среднего бизнеса, и о городском строительстве. Я имею в виду возведение новых домов в областном центре. И о том, что у нас, видимо, все-таки налоговые каникулы появятся в регионе, об этом тоже поговорим. Но начать я хочу с темы, темы последних часов, которая сейчас горячо обсуждается. Правительство России поддержало законопроект, согласно которому сотрудники компании смогут съездить в отпуск за счет своего работодателя. При условии, что это российский курорт, и сумма затрат на отдых на одного человека не превышает 50 тысяч рублей. И компания, в свою очередь, тоже получит какие-то налоговые послабления. Ты улыбаешься, тебя радует эта новость? Я уже раскатал губу. Не, на самом деле, я, конечно, сомневаюсь, что многие компании воспользуются этим правом и будут оплачивать. Ну, в первую очередь, говорят о сильных госкомпаниях, да, бюджетных? Да, о госкомпаниях. Но, конечно, посмотреть есть чего. И я бы с удовольствием съездил на Катунь, на Алтай, и, не знаю, на Соловки, в Калининград, на Кавказские Минводы. То есть речь идет не только о побережье Черного Крыма, да, посмотреть в нашей стране так много. Но, видимо, не чаще, чем раз в год речь идет об этом. Ну, понятно, значит, тут нам много лет вперед, план себе накатал. Вот, а на самом деле, вещь хорошая, вещь правильная. Я думаю, что, коль скоро правительство поддержало, депутаты Единоросса предложили законопроект, ну, в Госдуме он пройдет, но речь ведь идет о том, что только частично, то есть эта сумма, когда ее тратит работодатель, она будет учитываться в затратах, и налог на прибыль на нее не пойдет. То есть это такое небольшое послабление, и, насколько я знаю, вот сейчас мы обсуждали перед эфиром, как раз в крупных госкорпорациях, таких как «Газпром», может быть, «Роснефть», может быть, «Роснано», там работникам, ну, как в соцпакет и так оплачивали эти поездки, только единственное, они, с них платились еще налоги, с налога на прибыль, сейчас оплачиваться не будет. То есть такой жест в сторону госкорпорации. Дай бог, если в Кирове работодатели хотя бы крупные, там, да, воспользовались этим и предоставили возможность путешествовать по своей стране, нашему... Ну, на самом деле, у простых людей, у соискателей, у тех, кто ищет работу, просто дополнительный плюс появится, чтобы стремиться попасть тут на работу именно в Кирове. Ну, нужно понимать, что дополнительный плюс появится еще и у наших зон, привлекательных туристских зон, потому что они были недооценены, они были сильно недозагружены, и это тормозит, влечет за собой еще недозагруженное недоразвитие туринфраструктуры, то есть нет смысла строить отель и гостиницы, если туда никуда никто не едет, все едут в Европу, Грецию, Кипр, Египет, Турция, Таиланд, да. Если это произойдет, если хотя бы часть турпотока, ну, благодаря таким способам будет ездить по России, это еще и образовательный эффект будет хороший иметь, потому что мы, к сожалению, очень плохо знаем свою страну, знаем свой регион от силы, там, Москва, Петербург, может быть, Казань, а незнание своей страны чревато, опять же, сепаратистскими настроениями, то есть глубокий политический, такой этнокультурный еще аспект это имеет. Так, плюс для работодателей, плюс для работников, плюс для туристических зон. Плюс для единства страны. И плюс для единства страны. Для осознания того, что мы единая страна, потому что вот как раз недавно читал колонку Алексея Ивакина, есть такой писатель, поисковик, мой земляк-слобожанин Алексей Ивакин, он написал про своего отца колонку с фотографиями из личного альбома, где отец в советские годы путешествовал, объехал всю страну, да, это раз, и второе, побывал в странах соцлагеря практически всех, и все это на зарплату, там, обычного моториста. Я не закончил про плюсы, и, видимо, плюс еще для Единой России, потому что в предвыборный год, я имею в виду выборы следующего года, Государственного дома, в том числе, многие явления, многие движения в сторону людей, в сторону народа, они воспринимаются как некий уже такой предвыборный пиак. Я думаю, что все-таки здесь плюс Единой России будет не так велик, но будет, безусловно, потому что основной электорат все-таки это люди пожилого возраста, которые уже закончили свою карьеру и вряд ли получат бонусы от корпораций на путешествия. Но, тем не менее, маленький плюсик однозначно будет, и воспользоваться, использовать его смогут, я думаю, что и представители других фракций, если являясь косвенно работодателями, ну, то есть напрямую они не могут быть, да, работодателями, косвенно работодателями у себя на предприятиях начнут это использовать. Ну, в любом случае, это еще не окончательное решение, это лишь одобрение правительства. Это одобрение правительства, но это уже о многом говорит. Это говорит о том, что есть такое намерение скостить налог на прибыль вот с этой суммы затрат на отдых сотрудников. Это здорово. Хорошо, перехожу к следующей теме. Поддержка малого и среднего бизнеса. Тоже довольно обсуждаемые события последних дней. Я имею в виду заявление главы ВТБ Андрея Костина в рамках форума «Россия зовет». Заявил он о том, что бессмысленно кредитовать малый и средний бизнес, так как для банков это потенциально невозвратные долги. Далее цитата говорит Костин. Если сегодня малый и средний бизнес не востребован в стране, то какой смысл его кредитовать? Есть потребление, есть спрос, будут деньги. Нет потребления и спроса, зачем дешевыми деньгами заливать экономику? Шок повергла. Фактически он не звучит то, что все и так знают, то, что кредиты стали недоступны для малого и среднего бизнеса, это однозначно. Но менее доступны. И даже если ты можешь позволить себе оплачивать такую ставку, то тебе в любом случае уменьшается сам объем кредитования. Я столкнулся с этим, разговаривая с самими представителями малого бизнеса, не так давно было интервью у меня интересное с слободскими товщиками, с компанией «Барс». Которое опубликовано было, да, в этом бизнесе было опубликовано. И они рассказали о том, что в принципе у них есть идеи, есть желание. Это средний бизнес, да? Ну, я бы сказал, что все-таки ближе к малому. Для развития, то есть они развивают свое производство. Немного кто отлаживается в меховой отрасли сегодня открывать производство, они основали его менее 10 лет назад, но кредиты стали недоступны. А так как бизнес сезонный, то это накладывает свой отпечаток, они вынуждены кадры даже сокращать, да, не закрывать производство, но сокращать кадры, исходя из того, что, ну, действительно, потребительский рынок сокращается, то есть прямого, там, уменьшается объем доходов, но еще и банки не дают возможности перекредитироваться, то есть в три раза фактически сократился для них, по крайней мере, вот этот объем, как называется, банковских, ну, объем банковских кредитов, которые банки могут предложить. В то же время есть, конечно, структура поддержки малого и среднего бизнеса государственного, есть фонд предпринимательства, но для них вот этот миллион, который может дать, позволить фонд, он, конечно, является там, ничтожной маленькой суммой на пару дней работы всего, чтобы закупить меха. На тот взгляд, малый бизнес, без каких-либо заимствований, кредитов, суд и так далее, он вообще может жить, развиваться? Ну, развиваться вряд ли... И начинаться, и начинаться. Развиваться вряд ли начинаться, я думаю, что он должен, без суд и заимствований. То есть, по классике, все бизнес-тренеры, которые, там, выступают перед малым бизнесом, они говорят о том, что, ребята, не стремитесь брать в банках, ищите, там, по родным, по знакомым, продайте что-нибудь, да, в конце концов, и начните свое дело. Если пойдет, если попрет, ну, потом, да, возьмете кредит и будете развиваться дальше. Если прогорите, то, по крайней мере, рискуете не так уж много. Но надо понимать, что Костин выражает, как бы, ВТБ является учаителем этого форума, да, и Костин выражает мнение банкиров. Банкиры тоже делают это неспроста, то есть, они не просто, там, сидят на мешке с деньгами и думают, кому дать, кому не дать. Эти деньги взяты у заемщиков, у вкладчиков, вернее, банков, да, и рисковать ими они не могут. Они не могут взять и раздать деньги, которые взяты под определенный процент. У вкладчиков изначально знают, что они невозвратные. Если у нас провал по потребительскому рынку, увы и ах, но эти кредиты будут просто очень дорогими для того, чтобы снизить риски. И я считаю, что здесь, вот, в этой связи, все-таки не банки должны заниматься поддержкой малого и среднего предпринимательства, этим должны заниматься госструктура через систему субсидирования, процентной ставки, да. Через обеспечение госгарантий, чтобы не нужно было такой большой объем залогового фонда, да, откуда у малого бизнеса залоговый фонд, максимум, там, своя квартира, машина, что они могут заложить. Через фонды поддержки предпринимательства, через МСП-банк тот же, банк по поддержке малого и среднего бизнеса, входящий в структуру, вот этого вот, внешэкономбанка, ВЭБА. То есть, вот, эти структуры есть, не знаю, насколько государство там увеличивает, не смотрел просто, увеличивает или уменьшает общие суммы, выделяемые на поддержку малого и среднего бизнеса, но, на мой взгляд, они должны в этот период как раз кратно увеличиваться, для того, чтобы малый и средний бизнес мог хоть как-то чуть-чуть развиваться, и если мы говорим об импортозамещении, то как раз основы импортозамещения должны составлять не крупные предприятия, а малый и средний бизнес. Господин Костин в то же время, вот, он постращал, но все-таки закончил свою речь тем, что заявил, мы все равно не будем отказываться от малого бизнеса, все равно в него верим. Верить мало, надо ему помогать, надо ему давать возможности развития, все равно. Понятно, что это не основная задача банка, банки живут на другое, и нельзя им, с точки зрения государства, приказать, что сделайте низкие процентные ставки для малого и среднего бизнеса. Они видят, что если все больше и больше невозвратов, все больше и больше увеличивается задолженность, поэтому сектору экономики, потребительскому сектору, естественно, они не будут влазить в эти, ну, как бы брать на себя это бремя дополнительно. Кстати, хорошая тема для разворота на бизнес, если она, конечно, еще не обсуждалась в этой студии. Кредитование как раз таким образом. Было бы интересно, она слишком такая на грани, потому что я не думаю, что банкиры откровенно скажут, что там мы там сокращаем, то есть Костин может это сказать со своей колокольни, крупный, один из крупнейших государственных банков, а банки поменьше, они все-таки... Регионального, местного значения. Да, они все-таки эту информацию так в открытый блок, я думаю, что не расскажут, хотя фактически так оно и происходит. Остаемся в теме бизнеса. Я хочу сейчас завести речь о том, что в областное ЗАГСобрание все-таки внесен законопроект о налоговых каникулах для впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей, которые выбрали упрощенную систему налогообложения или патентную систему, но, как известно, на федеральном уровне этот закон уже действует с января этого года. Предполагается, что у нас он заработает с 1 января 2016-го, продлится до конца 2019-го года. Речь идет, конечно же, о социально ориентированном малом бизнесе, парикмахерские, бытовые услуги, пошив, ремонт одежды и так далее и тому подобное. Требования заявляются следующие, число наемных работников не превышает полутора десятков человек в год, ну а максимальный доход не более 6 миллионов рублей в год. Насколько это изменит ситуацию? Вот как раз социально ориентированный бизнес, меня всегда смущала эта фраза, но мы, наверное, с вами как раз следующий разворотный бизнес ее возьмем. Попробуем разобрать, что это такое и с чем его едят, ну и с каникулами, естественно, мы тоже свяжем. Так вот, я думаю, что это хорошо было бы, надо смотреть по итогам хотя бы первого полугодия, первого года работы этого закона, потому что, по моим ощущениям, все-таки он позволит, ну не получилось бы так, чтобы фирмы, которые уже действуют достаточно давно, начали закрываться, открываться под наименованием на новое физлицо и получать этот бонус в виде нового каникул. Если это произойдет, ну это вот, область просто потеряет эти 13 миллионов рублей в год, да? Не такая большая сумма, на самом деле, выпадающих доходов, но это пока вот по предварительным оценкам. Если же действительно начнут появляться, ну то есть люди, которые до этого задумывались о том, чтобы легализоваться, легализоваться, то есть бизнес свой делали, но не легализовывались, да? Делали это в тайну. И начнут регистрироваться, вот тогда это будет хороший плюс, потому что спустя два года, после, по истечении налоговых каникул, они уже начнут платить налог. Но, здесь есть одно но. Налоговая каникулы не значит, что ты не платишь вообще. Как известно, страховые взносы составляют даже больше, чем стоимость патента, и страховые взносы нужно будет платить, поэтому нужно 10 раз взвесить всем, кто там задумает бизнес начинать, ну, по крайней мере, посмотреть на эту составляющую тоже и оценить свои возможности. Сможете вы или нет оплачивать хотя бы страховые взносы? Нет ли у тебя ощущения, что вообще вот эти меры надо было выводить 5 лет назад, 10 лет назад, 15 лет назад? Ну, эти меры хороши. По крайней мере, в кризис. Хороши, на самом деле, всегда. В кризис они тоже очень удачны, потому что сейчас очень большое количество высвобождаемых работников, и в прошлый кризис, с 8-го года, на мой взгляд, была блестящая просто затея, когда давали энную сумму, там 60, по-моему, тысяч рублей, на самозанятые. Почти 60-56, на которые, на эти деньги, там, безработные могли купить какие-то маломайские себе средства производства, арендовать помещение, купить шейную машинку, купить корову, купить что-то еще, и начать что-то производить. То есть несколько знакомых у них, кто-то плитку производил, кто-то пошивом занимался, кто-то фитнес-зал открыл. То есть вот эти меры, они как раз в кризис хороши тем, что кризис – это волшебный пендель. Если человек волею судьбы как бы оказался сокращенным, а всю жизнь мечтал заниматься чем-то другим, то вот тебе возможность заниматься чем-то другим. Но, опять же, нужен какой-то минимальный стартовый капитал. Вот если эта возможность по самозанятости, она сохранится, и плюсом еще будет налоговая каникул, то я думаю, что у нас пара десятков, сотен, а может быть и тысяч даже, бизнесов новых появится в области. То есть всплеска некоего ты все-таки не исключаешь? Я хотел бы в это верить, лишь бы всплеск, как я говорил, уже не получился за счет тех, кто искусственно выйдет на эти каникулы. Я напомню, что это особое мнение Олега Прохоренко, главного редактора газеты «Бизнес-новости» в Кирове. Хочу перейти к теме строительства. На прошлой неделе в областной общественной палате состоялось заседание комиссии по вопросам экономического развития. На заседание комиссии была, в частности, приглашена глава управления градостроительства и архитектуры Ирины Рубцова. Так вот, она называла современное положение дел в застройке городской. Застройкой, застройкой методом тыка. Я не уверен, на самом деле, что это угровало, потому что цитаты прямой не видно нигде, но будем говорить, что это. Ну, хорошо, если это так. Не странно ли слышать от главного архитектора города такие вещи? Странно. И я многократно уже высказывался о том, что у нас есть градостроительный совет, который действует просто для юра. Не имея никаких... Ну, надо понимать, что такое градостроительный совет. Это такое сборище самых видных, ну, сборище собрания видных архитекторов города Кирова, которые, в принципе, должны определять то, как будет выглядеть город через 10, 15, 20 лет. Как-то были у нас представители этого совета? Они сказали, что там странная система. Однажды я побывал на этом совете. Это потрясающее мероприятие. Я с удовольствием присутствовал бы сам. К сожалению, пока не получается. Ну, просто всего того, что он достаточно закрыт все-таки градостроительный совет. Так вот, одна из вещей, которая прозвучала тогда на этой встрече, я не был на ней сам, но просто видел где-то в краем глаза на встрече в общественной палате, что градостроительному совету будут переданы все-таки функции более... Сейчас он имеет рекомендательный характер, решение его... Они завещаются, потом выносят какое-то решение. Что решение градостроительного совета будет иметь как бы основополагающий характер. Хотя бы, по минимуму, на мой взгляд, надо дать возможность накладывать право вето. То есть, если какое-то решение абсолютно не коррелирует с правилами застройки, особенно в исторической части города Кирова, чтобы ведущий архитектор города Кирова своему коллеге или застройщику сказали, «Фи, мы накладываем право вето, пока ты не изменишь и в соответствующие нормативы не впишешь свой проект, мы тебе не дадим разрешения». Вот это было бы клёво, это было бы здорово. Для этого даже не надо вводить там общественников кого-то в градостроительный совет. То есть, в компетентности членов градостроительного совета ты не сомневаешься? Я не сомневаюсь, я думаю, что это люди уважаемые, профессиональные, вот насколько я видел, они достаточно, досконально, чётко рассматривают каждый проект. Но это было лет, наверное, семь назад, то есть я очень давно просто не был на таком градостроительном совете. Ну вот региональное министерство строительства, кроме того, там различала ещё одна вещь о том, что на сегодняшний день город даже законодательно в определённые рамки загнан, то есть отмена выдачи разрешений на наклонение от предельных параметров пока не существовало. То есть, если кто-то там, застройщик, заявляет пять этажей в проект и начинает строить 12, то город по факту должен ему согласовать этот проект. И так частенько выходит. Да? там поэтажности, по площади, по наличию парковочных мест. Много своих, да, этих тонгах. Да, так вот чтобы не было этих отклонений, чтобы вот проект согласовали, ты должен в этих рамках и построить. Если вылез за них, то, извини, потерпел фиаско, придётся сносить часть этажей или как-то, ну, то есть не должно быть этих отклонений. Понятно, что это застройщика ограничивает. Но есть... Как это отразится на цене квартиры, возможно? Они важны. На самом деле, потому что конкурентный рынок достаточно конкурентный, и потребитель выбирает или платить большие деньги за то, что ты живёшь в малой этажке в центре, в крупногабаритной квартире, там, со всеми удобствами, но в центре, либо платить меньшие деньги, но, там, за жильё в районе ДСК или в районе Нововятска, почему нет? то есть, в данном случае потребитель голосует, вот как раз, то есть, покупает то, что ему больше нравится, либо квартиру-студию, там, на химическом, да, либо, вот, в центре города, на улице Казанской, пятиэтажки, что чем меньше этажность, тем выше стоимость жилья, это, в гадалки не ходи, в нынешних условиях это очень тяжёлое время для застройщиков, многие застройщики уже, насколько я знаю, даже там, часть своих проектов приостановили, потому что не продаётся стал рынок жилья, люди, даже те, кто не потеряли свои доходы, даже те, кто получают столько же, сколько получали в прошлом году, стараются эти деньги откладывать на чёрный день и показывает статистика, что увеличиваются именно, как это называется, ну, в общем, сбережения граждан растут, несмотря на кризис, в общем, ситуация непредсказуемая, и потребительское поведение, вот как раз из-за непредсказуемости ситуации, потребительское поведение направлено на сохранение капитала, я лучше не куплю себе что-то там, дополнительное, а эти деньги сэкономлю, там, вложу, валюту, или просто на депозит положу, чтобы у меня были деньги на чёрный день. Это ещё и проблема в целом на уровне, я думаю, что федеральном, потому что, ну, хоть и сказал президент, два года кризиса, но никто не уверен, что он продлится именно два года, уверенности такой нет, потому что нет плана выхода и понимания выхода из сложившейся ситуации с денежной массой, из сложившейся ситуации с оплатой услуг и так далее, с удешевлением стоимости кредитов. Ну, если всё-таки ещё вернуться на минутку к этому строительству, если всё будет доведено до конца, что появится у нас запрет на отклонение от параметров строительства в исторической части города, может быть, стоит ввести ещё и наказание? Наказания-то нет ведь сейчас? Ну, честно говоря, я не знаю, на самом деле. Есть ещё... Или если оно есть, но ужесточить? Самое большое наказание, на самом деле, это не... Ну, то есть, на сегодняшний день город, если там постфактум сначала даёт разрешение, потом заставляет сносить, то бремя вот это вот на ну, то есть, город должен застройщику возместить, потому что так частенько бывало, когда вдруг там народ выступал против какого-то строительства и возмещать приходилось там из бюджета. В данном случае, я думаю, что уже наказанием является обязательство там снести и заданные параметры этот проект. Ну, то есть, не нужно дополнительно обременять какими-то штрафами. Я предлагаю прерваться на небольшую рекламу, что традиционно мы делаем в середине этого часа, и после этой паузы продолжится особое мнение Олега Прохоренко, главного редактора газеты бизнес-новости в Кирове. Продолжается особое мнение, сегодня это особое мнение Олега Прохоренко, главного редактора газеты бизнес-новости в Кирове. Вот ещё одна тема, появившаяся на прошлой неделе. Администрация нашего города определилась с местами это постановление подписанное главой администрации Перескокова определилась с местами, где публичные мероприятия запрещены. В частности, ТАБУ действует на пикеты в пределах 250 метров от вокзалов и аэропортов и в пределах 100 метров от культурных, развлекательных и других учреждений. 100 метров, опять-таки, от спортивных учреждений и от детских площадок и остановок транспорта. Насколько, на твой взгляд, существенны эти изменения? Ну, это смешно даже. Почему смешно? Ну, смешно, потому что по 31 статье Конституции, которая звучит Которая провозглашает свободу Граждане Российской Федерации имеют право собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирования, не указывается, что есть какие-то обвинения. Там даже не указывается. Напомню, что нужно согласовывать свои мирные пикеты, шествия, демонстрации с городскими властями. Тем более, в каком месте собираться. Ну, то есть, это по Конституции. Тут мы от Конституции отходим уже на три шага назад. Но это Бог бы с ним. Вот эти вот метры, которые очень условные, да, сто метров. Мне было бы интересно посмотреть, вот если взять карту города Кирова, и от каждой остановочки обрисовать круг сто метров, от каждого образовательного учреждения, от каждого учреждения здравоохранения, торгово-развлекательного центра, рынка и так далее, у нас вообще останется место где-нибудь? Или это место где-нибудь в Коминтерне? Для того, чтобы проводить свои митинги? Мало того, митинги, ведь есть же демонстрации мирные, там, и шествия. Так вот, демонстрации и шествия будет вообще невозможной при таком раскладе, потому что ты так или иначе попадаешь в зону, которая прилежит к какому-то учебному, какой-то школе, детскому санду. Знаешь, какая точка про прихория, потому что там рядом живой, это памятник Кирову, рядом с ЦУМом перекрестка Котябрьского Вороцкого, там же торговый центр. Там регулярно что-то проводится, устраиваются, а тут тебе и остановка, и ТРЦ. Понимаешь, я, честно говоря, не понимаю разницы, опять же, там есть разница, что есть государственные какие-то праздники и официальные мероприятия, которые разрешены к проведению, а неофициальные, не разрешены. Вот почему есть те, кто правее, и те, кто левее. Идея, народ, русский, российский, он един. И почему мы можем выступать, устраивать митинги в годовщину присоединения Крыма на театральной площади, но не можем там протестный митинг против дискриминации прав каких-нибудь граждан, инвалидов, например. Я совершенно категорически против таких ноу-хау. Я понимаю, для чего это делается, но я считаю, что это, ну вот, если у меня есть потребность, я выйду в любую точку, и Конституция меня будет защищать. А, одиночный пакет разрешен. там, с группой товарищей, с плакатами. И попробуйте меня упечь на какой-то срок и наказать меня штрафом. Нет, ребят, так нельзя. Да, у нас есть закон, у нас есть Конституция, и вы хоть запишитесь. А вот в данном формате это вообще абсурдно, потому что тогда уж напишите, что у нас есть вот спикаскона, да, место, где в любое время без всяких согласований может группа граждан прийти, как это, в Великобритании, да, и выступать на любые темы. Ну, хотя бы места обозначить, потому что в такой формулировке я не вижу мест, где можно было проводить собрания, митинги, пикеты и шествия. В общем, ждем первого прецедента, когда городская администрация, ссылаясь уже на новые, да, вступившие силы, вот озвученные нами правила, откажет кому-то в проведении. Такое ощущение, что, ну там, администрация города, Кирова, готовится к массовому шествию в какие-то, в связи с тяжелой экономической ситуацией, но этого ведь нет, на самом деле, то есть нет какой-то повышенной политической активности, как это было на выборах, перед выборами президента в 12-м, да, в 12-м, в 12-м году. Да, то есть все достаточно спокойно. Почему нужно вот именно сейчас принимать это решение, это постановление, которое в том числе обсуждалось в законодательном собрании, я, честно говоря, не понимаю, как гражданин этой страны, как житель этого города. Даже если вы хотите снизить этот накал, но надо его снижать другими способами, не затыкать пробку в сосуде, в котором там кипит что-то, а попытаться наоборот сделать так, чтобы эту энергию направить в нужное русло. Ну, кипит в определенном смысле и предпринимательское сообщество, по крайней мере его часть, недовольная нововведением, которое у нас появится с 1 января 2016 года, я имею в виду новую систему взимания налога на имущество. Как известно, в конце сентября на пленарном заседании депутаты нашего регионального парламента приняли в первом чтении этот законопроект, речь идет о том, что налогом будут облагаться торгово-офисные помещения площади торговых центров от 1 тысячи квадратных метров, налоговая ставка на следующий год предусмотрена в количестве 1%, ну и вот поправки тут были приняты перед чтением, перед вторым чтением, известно уже, что наибольшее число одобрений получило поправку Владимира Гаврила Чебакина, нашего депутата областного, одного из визе, ну там единственная поправка это увеличение в два раза облагаемой площади до 2 тысяч, ставка та же самая, 1%, предлагались там ставки половина процента, 0,7%, но вот они не были поддержаны, вот такое несущественное или существенное все-таки изменение? Я уважаю позицию Владимира Гавриловича, считаю его одним из мудрейших людей в нашем парламенте, ну так, ну в частности, бывший главный налоговик области. Да, это Ниги Ферамба, он действительно очень модный, вот, и то, что касается решения, попытался разобраться, с ним поговорил как раз в пятницу на эту тему, сделано очень интересно и хитро. Если по редакции закона, которая принята в первом учреждении, у нас, мало того, что устанавливается меньший порог начисления с кадастровой стоимости, тысячи квадратов, он предложил две тысячи, но это он предложил, депутаты поддержали, то есть это коллегиальное все-таки решение. И важно сейчас дождаться еще позиций губернатора, потому что губернатор может сказать, что я не одобряю. А второе, он предложил не увеличивать. То есть принять вот этот один процент как данность и посмотреть. В итоге нашего с ним обсуждения он объяснил, что в принципе в любой момент субъект законодательной инициативы, это правительство области, либо какой-то депутат, либо группа депутатов, могут выступить за законодательной инициативой и внести поправку в этот закон. Понятно, что потребуется определенное время, но тем не менее, можно внести поправку. Если торговые центры будут почивать на лаврах, и у них все будет хорошо, заполнены площади, и поток клиентов огромный, то можно эту ставку спокойно увеличивать до полутора, до двух процентов. Это потолок, я напомню. Если же будет ситуация усугубляться и ухудшаться дальше, можно его и понизить, то есть в нижнюю сторону. То есть время покажет, нужно собрать, по его словам, нужно собрать аналитику, посмотреть по итогам полугодия, первого года. Но эти данные появятся ведь только уже в семнадцатом году, да? По итогам шестнадцатого? Да, по итогам года. И тогда уже принимать решение. А не сейчас за год, сейчас даже бюджеты отменили трехлетние, да, потому что неизвестно, что будет через год. И то же самое с этой ставкой. Давайте посмотрим за год, а не загнутся ли, не закроются ли у нас все торговые центры, а мы им хотели там вляпать два процента, да, с кадастровой стоимости. Поэтому это хорошо, это правильно. Сейчас нужен подход гибкий, не надо консервировать все вещи, нужно наоборот смотреть, если какой-то из сегментов экономики начинает сгибаться, нужно давать ему льготы. Если он начинает бурно развиваться, например, сельское хозяйство, нужно несколько дотаций уменьшать, либо наоборот вливать туда деньги. Но не душить. Да, но не душить в любом случае. Либо наоборот вливать деньги для того, чтобы на сельском хозяйстве потом на своем, ну то есть продукции заваливать всю страну и может быть выходить на мировые рынки. Пленарное заседание очередное состоится на следующей неделе уже соответственно. Будет ли, не будет принят этот законопроект и пойдет ли поправка? В газете есть еще позиция, будет на этой неделе опубликована секретаря общественной палаты и вице-президента ВТП Андрея Леонидовича Усенко. Читайте, очень интересная позиция, касающаяся вот как раз этого проекта. Если не ошибаюсь, Андрей Леонидович как раз заставку менее. Я не буду ничего говорить, пусть это будет такой маленький сюрприз. Остается немного времени, судьбу районных газет хочу сейчас поднять. Воспоряжение правительства Кировской области появилось на прошлой неделе о создании автономных учреждений и реорганизации редакций районных газет. Об этом достаточно давно стало известно, о том, что районки у нас будут реорганизованы. Вот с 1 января, к примеру, 2016 года редакция районных газет Слободские куранты к ней будут присоединены редакции Орловской газеты и Нагорской жизни. По оценкам обл. правительства экономия составит 20-30 миллионов рублей ежегодно, но по-прежнему, если не ошибаюсь, областное правительство у нас уверено в том, что районные газеты нужно сохранять и они являются зачастую единственным источником информации в той же сельской местности. Уточню, экономия 23 миллионов рублей, это не только по газете Слободские куранты и Нагорская жизнь, это по всем районным газетам 34 автономных учреждения, 4, 38 районных газет. На самом деле ситуация двоякая, с одной стороны правительство области и вообще власти законодательные и исполнительные осознают, что предстоит очень интересный выборный год, нужно сохранять информационное влияние, ну хотя бы для того, чтобы граждан привлечь к участию в выборах, а может быть и повлиять даже на воле их заявления, но сокращать тоже необходимо, то есть это указание идет сверху, что нужно секвестировать все расходы, в том числе и расходы, ну вот пришли к такому варианту, когда остается единая редакция на три района, хотя нарезка меня очень смущает, я понимаю логику, логика заключается в том, что есть сильные действительно районные газеты, которые сильные по составу, сильные с точки зрения руководства, и к ним присоединяют более слабых. Наверное, это правильная логика, но вот Орлов, Нагорск и Слободской, они связаны только тем, что все три расположены на реке Вятки. Может быть, сообщение по Вятке удобно посылать телефонограмму. Бутылки записаны. А так, это, конечно, территориально не очень удобно, то есть, если Слободской, то там ближе, там Белая Колуница, Нагорск, может быть, там Помутнилск. Но при этом сотрудники всех районных газет, эти редакции, они останутся у себя на месте. Да, они будут работать, как работали, единственное, что у них будет общая бухгалтерия. То есть, сочетание, видимо, бухгалтерского насоса стало произойдет. Есть еще один нюанс. Я думаю, что в эту пору как раз усилится влияние электронных СМИ. И если сами районные газеты не сориентируются и не будут продолжать эту работу, то появится приличное количество независимых. И они уже есть. во многих районах достаточно сильные и авторитетные, и кое-где даже более читаемые, чем районные газеты. Планета Фанасима, ты имеешь в виду, на политику Сарлока. Подосиновец РУ и так далее. Поэтому здесь опять же, полка о двух концах уменьшает дотации и сокращая затраты на районные газеты. Областная власть уменьшает влияние центральной власти, особенно на отдаленные районы, которые у нас на периферии находятся. Потому что нужно уже доносить до населения какие-то вещи значимые, которые происходят в областном центре. Телевидение, к сожалению, не везде доходит. Там у многих просто тарелка стоит. И плевать этому человеку. Да, они смотрят только федеральные каналы. Поэтому районные газеты во многом оставались таким последним оплотом проводника информации из областного центра в районы. Уменьшение явления, но уменьшение не критическое. Но это же является в то же время и тенденцией вообще общемировой. У нас все меньше и меньше читают печатную прессу. Поэтому нужно думать в сторону информатизации, нужно думать в сторону создания каких-то интернет-площадок и развития даже в рамках районной газеты именно интернет-сообщества, перевода своих услуг в интернет. Конечно, монетизироваться это будет очень плохо, очень трудно, но всегда есть какие-то варианты. Завершается на этом особое мнение Олега Прохоренко, главного редактора газеты Безус Новости в Кирове. Спасибо. Всего вам доброго, хорошего дня.